Шесть заседаний, более двадцати решений. Таковы промежуточные итоги работы городской думы седьмого созыва в этом году. Перед небольшими импровизированными каникулами народных избранников, председатель представительного органа власти Антон Ульянов собрал журналистов, чтобы рассказать о самых значимых событиях и обсудить волнующие многих темы. Например, речь шла о ситуации с вакцинацией от коронавируса. На этой неделе горожане столкнулись с тем, что их записи на прививку отменили. Оказалось, есть перебои с поставками. Большой вал желающих сделать прививку у нас в городе. С одной стороны это отрадно, с другой стороны это мощная нагрузка на ту систему, которая у нас есть. Руководство города, руководство ядерного центра. Работаем по всем направлениям. То есть мы стараемся получить вакцину и по линии госкорпораций, и по линии региона. И то тут урвем, то тут урвем. По тысячу вакцин, по 900 вакцин будут приходить. Еще одна тема – мусор. После внедрения мусорной реформы посыпались обращения от горожан, недовольных работой регионального оператора. Больше всего вопросов вызывает схема оплаты за вывоз ТКО. Напомним, в Нижегородской области действует норматив, который рассчитывает, исходя из площади помещения, а не числа проживающих. Отсюда и вопрос, кто мусорит – люди или квадратные метры. Мы выходим с некой инициативой, и мы как раз вышли с ней некоторое время назад, чтобы изменить формат сбора оплаты граждан за вывоз мусора. Не с квадратных метров, а с людей. Вот эта ассоциация муниципальных образований разослала во все муниципальные образования Нижегородской области наши предложения с просьбой откликнуться и выразить свое мнение. Несмотря на то, что главы многих субъектов согласны с позицией Сарова, правительство и губернатор пока не идут навстречу. Мотивирует это в том числе и социальной справедливостью. Например, если будет принята новая схема оплаты, пострадают многодетные семьи. Однако сейчас платежка больно ударяет по бюджету одинокопроживающих пенсионеров. Они платят за вывоз своего мусора из 50-метровой квартиры ту же сумму, что и молодая семейная работающая пара. Необходимо, по мнению Антона Ульянова, провести ретроспективный анализ и проработать новые механизмы. Кроме того, рассказал председатель городской думы и о ситуации с детским садом. Улыбка. С 2020 года там идет ремонт. Пытаются заделать трещины в стенах. У нас подводят подрядчики. В рамках законодательства о закупках приходят в город подрядчики, которые не знают ни специфику города, которые здесь и не были никогда и не понимают, как устроен наш пропускной режим. Потом просто бросают все. Вот сейчас опять мы находимся в этой ситуации, когда все работы приостановлены, потому что очередной нерадивый подрядчик просто отказался делать. Но администрация непрерывно занимается этим вопросом, поиском. Но до 1 сентября ремонт точно не закончится и сроки окончания работ никто не называет. В своем докладе Антон Ульянов затронул вопросы реконструкции школьных стадионов, благоустройства Северного парка, создание такси для людей с ограниченными возможностями, развитие общественного транспорта и многие другие вопросы. Запись его пресс-конференции смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24.